Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я являюсь учителем-логопедом высшей кликационной категории. Сегодня мы с вами поговорим о мячике, как его использовать в педагогической работе с детьми дошкольного возраста. И информация, которая будет представлена мною, будет полезна специалистам дошкольных учреждений, воспитателям, логопедам, дефектологам, психологам и, конечно же, родителям. А меня не слышно, да? Подскажите, пожалуйста, все ли слышно? Сейчас вижу в чате, звук есть. Все, спасибо огромное. И очень хорошо, спасибо за активность. Вся жизнь ребенка игра. Как сказал Василий Александрович Сухомлинский, без игры нет и не может быть полноценного умственного развития ребенка. Игра – это огромное окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. И потому процесс обучения ребенка не может проходить без нее. Тактильные ощущения, общая, мелкая моторика, мыслительные операции развиваются в детской игре. Мяч, пожалуй, стоит отнести к самым универсальным и многогранным игрушкам. Многие почему-то отдают ему только спортивную роль. Однако эта игрушка не только развивает ловкость, координацию движений ребенка, но и учит мыслить, развивает наблюдательность, является средством общения между людьми. Мяч – это предмет, который прекрасно знаком и понятен взрослым, но стоит взглянуть на мячик глазами ребенка. Для ребенка, который впервые увидел мяч, он в себе таит много неизведанного, нового. Это один из путей к познанию мира. Его цвет, материал, свойства, форма являются огромным потоком информации. Какой? Мяч либо гладкий, либо наоборот шершавый на ощупь. Мячик имеет круглую форму, его можно не только разглядывать, но и крутить в руках. Мяч легкий, либо тяжелый, причем его вес не всегда зависит от размера. Если мячик уронить, он подпрыгнет, если толкнуть, то он покатится. Мяч можно крепко обхватить руками, принести к маме, чтобы с ней поиграть или положить на горку, чтобы мячик при этом весело съехал с нее. Игры с мячом являются важнейшей составляющей полноценного детства ребенка. На первый взгляд они могут показаться простыми, но при этом играют огромную роль для интеллектуального и физического развития. Тренируют координацию, глазомер, ловкость, скорость реакции, самоконтроль, а также уверенность в своих силах. И какие же цели может преследовать игра с мячом? Немножко давайте остановимся на этом вопросе. Во-первых, игра с мячом позволяет развивать схему тела и его устойчивость. Выполняя гамму движений, больших мышц и конечностей, ребенок поворачивает голову независимо от тела. Ощущает себя без зрительного контроля над телом. Все это способствует мощной вестибулярной афферентации. Во-вторых, игра с мячом способствует развитию внимания, зрительно-слухомоторной координации. Чем меньше статичности, тем меньше утомляемость и, соответственно, выше работоспособность. Также мяч позволяет ребенку дольше удерживать внимание. Создавать зрительно-моторные связи, что повышает произвольность внимания. В-третьих, играя с мячом, у ребенка развивается мышечный корсет позвоночника. А это что? Это его осанка. В будущем при этом правильная посадка за столом. Также правильное дыхание и другое. В-четвертых, игра с мячом развивает силу, стабильность верхних конечностей. Что значит? Подготовка плечевого пояса к школьным нагрузкам. Развитие силы, гибкости лучезапясного сустава. А это у нас в будущем что? Письмо. В-пятых, мяч позволяет преодолеть утомление. Смена положения тела, активация и концентрация внимания. Выполнение упражнением движением стоя, стоя на коленях, сидя и положительные эмоции. Кроме того, игра с мячом способствует билатеральной концентрации, то есть ощущению взаиморасположения частей тела. Игра с мячом помогает развивать пространственные представления. Игра с мячом способствует пересечению средней линии тела. Это нам дает профилактику мышечной зажатости, профилактику психологической зажатости, профилактику двигательных стереотипей и тренировка здоровой спонтанности. Имеет мяч им социальное значение, так как помогает в развитии навыков общения и приобретения новых друзей. Ведь нужно сначала договориться с кем-то для приглашения его в совместную игру. Мяч используют в своей работе также и нейропсихологи. Я также являюсь нейропсихологом, поэтому немножко коснусь и этой темы. В чем же польза использования мяча с точки зрения нейропсихологии? Мячик приходится чеканить о пол или бросать в кольцо. Для этого необходима слаженная работа всего тела. Руки, ноги, руки и ноги выполняют целую серию последовательных движений. Точно так же последовательное движение будет выполнять язык. Когда нужно будет произнести сначала один слог, потом другой, чтобы получилось целое слово при говорении или чтении. При играх в мяч приходится удерживать один и тот же ритм. Например, играем в игру «Я знаю пять имен» – Маша, Катя, Ира и так далее. Это тренирует слуховое восприятие. Оно пригодится в школе. Когда? При заучивании на память стихотворений, пересказах, написании диктантов и так далее. Мячик приходится учиться правильно захватывать. Что тренирует? Мелкую моторику. Подвижность кисти. Нормализует тонус мышц в руке. Это нам с вами, ох, как понадобится для письма, для красивого и аккуратного почерка. Игры с мячом – это, конечно, большой плюс к развитию крупной моторики, координации движений, опорно-двигательного аппарата. И надо сказать, что все это является фундаментом, на котором выстраиваются речь, внимание, мышление, память и так далее. Отслеживание мяча глазами тренирует зрительное восприятие и зрительное внимание. Это помогает при чтении, письме, когда приходится зрительно удерживать строчку, а также отслеживать запись учителя на доске. Когда нужно переключить глаза в доске, в тетрадь и опять обратно на доску. При игре с мячом приходится часто пересекать срединную линию тела. Проговаривала уже об этом. Здесь, помимо того, что я уже озвучила, симулируется работа правого и левого полушарий, головного мозга. Развиваются связи между ними, межполушарные связи. То есть что налаживается мозговая активность, что, конечно же, не может не отразиться на школьном обучении. Что бы мы ни делали, у нас всегда работают оба полушария. Помним об этом. Не бывает такого, что правое пашет, грубо говоря, а левое вышло у нас наперекор. Может отмечаться, что одно полушарие более активно, другое менее активно. Нам важно прийти к целостному мышлению не только касаясь детей, но и взрослых в том числе. Поэтому очень важно выполнять различные упражнения, которые направлены на синхронизацию работы обоих полушарий головного мозга. И игра с мячом в том числе. Как раз сюда подходит. В результате репритивной работы с мячами повышается концентрация внимания, его объем, переключение, у гиперактивных детей улучшается поведение, уходит вот эта вот импульсивность, и дети становятся более собранными. У детей повышается успеваемость в школе, развиваются когнитивные функции. У детей, у которых наблюдаются трудности обучения, то у них улучшаются навыки речи, чтения, письма, математики и так далее. У детей и взрослых отмечается повышение работоспособности и улучшение мозговой активности. И давайте поговорим с вами о том, как же можно играть с мячом с малышами до трех лет. Знакомить малыша с мячиком можно уже в самом раннем возрасте. До года можно научить ребенка держать в руках мячик и перекатывать его с места на место. Когда эти навыки уже освоены, к году, где-то к полутора годам пора уже научить и кидать мячик. Для отработки этого движения можно поставить коробку или обычный тазик, что у вас есть под рукой. И, кстати, совершенно нормально, если малыш будет сперва подходить вплотную к емкости и класть туда мяч. Со временем у вас получится увеличить вот эту дистанцию. К базовым играм и умениям можно отнести закатывание мяча ворота, сбивание кеглей, катание мячика из рук в руки и упражнение прыг-скок. Когда снаряд нужно бросить на пол и поймать его, когда он отпрыгнет. А если основные навыки обращения с мячиком отработаны, пора приступать уже к более сложным играм. Что может понравиться малышу до трех лет? Например, игра «Колобок». Наверняка уже к двум-трем годам дети не раз слышали сказку, незатейливую сказку, поэтому игра уже будет понятна малышу. Наклейте на мячик глазки, чтобы получился колобок. Можно нарисовать, если не жалко. Ну, проще, я думаю, все-таки наклеить. Поставьте посреди комнаты пенек, это может быть табуретка или ведро, а в руки возьмите мешок или пакет. Задача ребенка катить мячик возле так называемого пенька и пока вы приговариваете колобочек, колобочек, не ленись, а вокруг пенечка прокатись, прокатись. Когда вы говорите «Зайчик пришел», ребенку нужно встать на ножки и поднять мячик вверх. Так колобок убегает от зайца. Потом таким же образом приходит волк, медведь. А когда вы говорите о приходе лисы, то ребенку нужно положить мячик в мешок. Так хитрая лиса получила, что съела колобка. Игра, такая игра тренирует внимание, память, потому что приходится запоминать последовательность действий и быстро при этом реагировать. А также упражнение задействует мышцы рук, спины, оказывает хорошую нагрузку на позвоночник. Еще одно упражнение называется трактор. Сейчас малышу нужно уже представить, что он трактор. И ему предстоит расчистить дорогу и дотолкать груз до финиша. Для выполнения своей задачи ребенку нужно встать на четвереньки и толкать мяч головой. Если это дается просто, можно поставить на пути трактора препятствия из кубиков, которые нужно объезжать. Помогать при этом руками нельзя, но, конечно же, если мячик выпрыгивает из ковша и укатывается в сторону, нужно класть его обратно. Игра станет еще интереснее, если превратиться в соревнование двух тракторов в ребенка, например, мам или ребенка и папа. Еще игра «Кидай». Здесь мы тренируем и внимательность. Даем малышу в руки мяч и встаем напротив него. Задача простая. Как только он услышит команду «Кидай», нужно кинуть мячик в руки взрослому. Но есть одна загвоздка. Взрослый не всегда произносит именно эти слова. Иногда он хитрит и говорит другие фразы, например, «Танцуй» или «Кричи» или еще что-либо. При этом как же тут не запутаться. Очень любят играть дети в догонялки. Для игры нужно участие не менее двух-трех детей и хотя бы одного взрослого. Все образуют круг. Двое противоположных участников держат в руках по одному мячику разных цветов. По команде ведущего дети начинают передавать мячики по часовой стрелке на скорость, стараясь, чтобы второй мяч его не догнал. Когда один из мячей догоняет второй, игра начинается заново. Но теперь уже тогда меняется направление. И еще одна игра здесь, которую хочу представить вашему вниманию – «Лабиринт». Это упражнение одновременно и развивает моторику ребенка и тренирует логическое мышление, потому что предстоит найти выход из лабиринта, пусть и не очень сложного. Для этого создайте на полу объемный лабиринт. Препятствиями здесь могут служить другие игрушки, кубики, стены из конструктора и так далее. Это касаемо игр с мячом с детьми до 3 лет. Во что же можно поиграть с малышами, возраст которых 4-5 лет? К 4-м годам дети уже, как правило, ловко держат, катают и бросают мячки, а также способны запомнить достаточно сложные правила. Поэтому играм становится значительно интереснее. В этом возрасте чаще можно привлекать других детей, делать акцент на групповых активных играх. И во что же можно поиграть? Игра «Зайчик». Все участники делают круг, а один ведущий встает по центру. Взрослый дает маленький мячик, это у нас будет зайчик, в руки одному ребенку. И он передает мяч по кругу, делает это незаметно, за спиной. Ведущий должен заметить, у кого сейчас зайчик. Если он замечает ребенка с мячиком в руках, то они меняются местами и игра возобновляется. Игра автомобиля. В эту игру лучше всего, конечно же, играть на улице. Начертите автомобильную дорогу. Это должна быть полоса 2-3 метра шириной и не менее 4-5 метров длиной. В игре может принимать участие как один ребенок со взрослым, так и целая группа ребятишек. Дайте каждому ребенку в руки по мячу. Они будут у нас в автомобиле, а взрослый выполняет роль светофора. Взрослый отдает 3 команды, то есть он может отдавать 3 команды. В зеленый дети должны идти по дороге, подбрасывая и ловя мячик. В желтый в это время ребятам нужно остановиться на месте, отбивая мяч от пола или от асфальта, если на улице. В красный на этот сигнал светофора всем автомобилям нужно застыть на месте. Игра помогает отрабатывать движение с мячом, а также тренирует внимательность и основы правил дорожного движения. Кстати, если вдруг мячик отскочил от дороги или прыгнул в руки к другому участнику дорожного движения, то значит тогда случилась авария. Это тоже обозначаем детям. Следующая игра – танцевальный мяч. Здесь ребятишкам нужно встать в круг и передавать мячик из рук в руки, пока играет музыка. Музыка затихает, ребенку, в чьих руках оказался мяч, нужно выйти в центр и сделать несколько танцевальных движений. А остальные дети при этом повторяют. Взрослым разрешается подсказывать, потому что ребенок может смутиться без поддержки. Игра собачка. В эту игру можно играть ребятам от трех человек и больше. Один ребенок назначается собачкой, он встает в центр. Другие дети выстраиваются вокруг него и начинают перекидывать друг к дружке мяч. Собачке нужно этот мяч поймать. Тот ребенок, который кинул мяч, перехваченный собачкой, меняется с ней местами. Чтобы прибавить протоподобие к игре, собачке можно здесь и полаять, и порычать, и тому подобное. Известная всем игра, съедобная, несъедобная, но часто забытая, но прекрасная. Это развивающая игрушка. Игра соберет детей в беседке в непогоду или дома. Ведущим может быть старший ребенок или взрослый. Игра подходит для детей от 4 до 5 лет, но в нее с удовольствием играют дети и в старшем даже возрасте. Участники садятся на лавочку, или можно встать в линию, можно встать в круг. Один ведущий встает перед ними и кидает всем по очереди мячик, называя предметы. Дети должны или оттолкнуть мяч, если предмет несъедобный, или наоборот его поймать, если является съедобным. Ребенок, который перепутал съедобное и несъедобное, заменяет водящего. Если ловить и откидывать мяч детям пока сложно, можно изменить немножко правила. Теперь ведущий должен не кидать мяч, а катить его по земле. И это дает участникам больше времени на то, чтобы сориентироваться. Съедобный или несъедобный к ним прикатывается мячик. Также известная всем игра «Горячая картошка». Дети образуют широкий круг, чтобы было удобно перекидывать мячик. Он сейчас выполняет роль картошки только из печи. А так как она горячая, долго держать мячик в руках нельзя, нужно сразу его откидывать. Правда, это не оставляет времени на то, чтобы прицелиться. Так что частенько получается так, что мяч вылетает за пределы круга. Не поймала мяч? Тогда возьми его в руки и пробеги с ним вокруг ребятишек. Вернувшись на свое место, этот ребенок продолжает игру. И еще одна игра «Ракета». Нужно начертить мелом круг диаметром примерно около 8 метров. Дети встают за линию. У каждого из них в руках по небольшому резиновому мячику. Взрослый встает в центр круга. Он держит в руках большой мяч. Это «Ракета». По сигналу 3, 2, 1, пуск. Он подбрасывает вверх мяч, а дети, не заступая за линию, стараются в него попасть своими мячами. То есть, что сделать? Сбить ракету. Запуск повторяется несколько раз. И побеждает тот ребенок, который смог как можно больше раз попасть по ракете своим мячом. Какие можно использовать игры с мячом для детей 6-7 лет? Детям 6-7 лет уже очень хорошо запоминают правила игры, поэтому присутствие и участие взрослого для них уже не обязательно. Можно просто объяснить правила игры и наблюдать за игрой издалека. Что можно предложить детям в этом возрасте? Например, игра «Шандер Вандаренок». Дети встают в круг в его центре водящий с мячиком в руках. Водящий говорит «Шандер Вандаренок», после чего подбрасывает мяч. Дети разбегаются как можно дальше, пока водящий не поймает мяч и не скажет «стоп». Затем он выбирает одного из участников словами «Шандер Вандар Юля», например, и говорит, за какое количество шагов он дойдет до него. Затем он проверяет свое предположение на практике и либо дотрагивается до ребенка рукой, либо кидает в него мячик. При касании новым водящим становится осаленный. Если у него получается увернуться, то игра повторяется с тем же Вадой. Чтобы разнообразить игру, можно использовать не только обычные шаги, но и самые разные. Например, гигантские кенгуру прыжки или верблюда плевки, муравьи маленькие шашки или, например, юла круг вокруг своей оси. Можно использовать движение цапля, то есть прыжки на одной ноге или раки шаг задом наперед и так далее. Так и получается, что ребенку нужно сказать, например, «До тебя, Юля, два гигантских шага» или, например, «Три цапли, пять муравьев». И чем больше вариантов, тем будет интереснее. Игра «Охотники и лисица». Водящий – это охотник, у него в руках небольшой резиновый мячик. Этим мячиком нужно попасть в лисиц, то есть во всех остальных игроков. Охотник встает внутрь круга из детей, трижды подкидывает вверх и ловит мяч. Как только он ловит мяч, третий раз лисицы разбегаются. Когда охотник попадает мячиком по лисице, она становится его помощником. Мяч после удара может поймать или один из охотников, или лисица. Во втором случае они могут перекидывать мячик, чтобы его не забрали охотники. Игра продолжается до тех пор, пока не останется одна лиса. Она объявляется победителем и в следующий раз играет за охотника. Также известная игра «Я знаю пять», «Пять чего-либо». Игроки по очереди набивают или подкидывают мяч, при этом произнося. «Я знаю, например, пять имен» или «пять городов», «пять животных», «пять растений», «пять названий профессий». Дальше при каждом ударе или подкидывании мяча нужно говорить «Аня, например, если я знаю пять имен», «Аня раз», «Света два», «Леша три» и так далее. Если ребенок делает долгую паузу или повторяется, он выбывает из игры. Ход передается следующему участнику. Выигрывает тот, кто смог назвать больше всех предметов. Также известна игра «Вышибала». Нужно начертить на площадке две линии на расстоянии 5-7 метров друг от друга. За ними будет стоять два игрока. Они вышибалы. Вышибалы по очереди бросают мяч. Их цель попасть в остальных участников, которые бегают внутри игрового поля. Они, в свою очередь, должны уворачиваться от мелких, метких ударов вышибал. Если мяч попал в игрока от земли, то он не засчитывается. И когда на поле остается последний игрок, он может стать победителем. Для этого ему нужно увернуться от такого количества мячиков, сколько ему исполнилось лет. Получилось, тогда он возвращает всех остальных участников на поле. И игра возобновляется в том же составе. А если получается так, что его выбивают, то новыми вышибалами становятся те, кто первый выбыл из игры. И еще один нюанс. Если игрок поймал руками мяч не от земли, то это считается свечкой, то есть дополнительной жизнью. Ее можно потратить на себя или подарить другому игроку, которого выбили. И какие же можно использовать игры с мячом, чтобы развить крупную моторику. Подбросить мяч вверх и поймать двумя руками. То же самое, только хлопнуть в ладоши и поймать мяч. Также подкидываем мяч и ловим его после удара о пол. Подкидываем мяч, хлопаем в ладоши и поймаем его после удара о пол. Также подкидываем мяч, хлопаем в ладоши впереди и сзади себя, ловим мяч. Кидаем, подкидываем мяч, руки убираем за голову и затем ловим мяч. Подкидываем мяч, ловим его правой или, например, левой рукой. Также можно подкинуть мяч, хлопнуть под коленом, поймать мяч. Или подкинуть мяч, повернуться вокруг себя, поймать мяч. Или продвигаясь вперед, подбрасывая мяч вверх. Можно отбивать мяч, упал двумя руками и ловя при этом. Отбиваем мяч, упал двумя руками и делаем хлопок, дальше ловим. Отбиваем мяч и упал одной рукой и ловим его. В подвижных играх с мячом дошкольники приобретают необходимые навыки и умения. Детям учатся четко и спокойно выполнять упражнения, которые дает педагог. Развивается ловкость рук и улучшается физическая подготовка. Какие действия? Если мяч отталкиваем и прокатываем, то навыки формируются следующие. Это энергичное отталкивание руками и прокатывание между предметами. Ловля. Ловля руками без прижимания грудной клетки. Ловля в последующей передаче друг к другу. Прием одновременно может быть с двумя руками или одной рукой. Это, конечно же, гораздо сложнее. Бросок и передача. Броски можем осуществлять с двумя руками в четко определенное место. Передача от груди, из-за головы или снизу. Отбивать можем энергично кистями рук. Отмечала в начале вебинара, что с помощью мяча мы можем развивать и мелкую моторику. Для полноценного формирования устной речи ребенка важно развивать у него мелкую моторику рук. Идущие в кору головного мозга импульсы от движущихся пальцев рук стимулируют активную деятельность речевых зон. Можно использовать маленькие мячики или шарики из пластмассы, резины, дерева, каучука. Подбирать их по цвету. Вводить с их использованием элементы самомассажа. Какие упражнения можем использовать? Это сжимание мячика, обхват пальцами, прокатывание, прокатывание между пальцами, разминание между ладонями. Какие используем игры? Например, игра «Разноцветные шары». Дети прокатывают мяч снизу и вверх разными пальцами левой и правой руки. Движение пальцев можно при этом сопровождать словами. Такими как «Шарик, шарик, не грусти, что тебя я отпустил, но ты так хотел на небо, ты ж еще на небе не был». Или, например, игра «Дождик». Ребенку предлагается прокатить мяч по очередным пальцами правой и левой руки, имитируя при этом «Дождик». Движение также сопровождается стихотворением. «Дождик капал, 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 и по улице бродил. Намочил он всех прохожих, лишь под зонтик не попал, капнул в лужу и пропал». С помощью мяча мы развиваем пространственное восприятие. Какие можем использовать здесь игры и упражнения. Прокатывание мяча от ребенка к ребенку в определенном направлении. В выполнении инструкции «Правую руку мячик возьми, над головой его подними». Или попадание мячом в ворота, расположенные в разных направлениях. Можем рисовать мячом фигуры на полу. Отбивая мяч о пол, называем предметы, например, вокруг себя. Что выше находится, что ниже, что слева, справа. Здесь мы тренируем, с вами развиваем ориентировку себя в окружающем пространстве. Можем называть части своего тела. Например, что находится выше или ниже пояса. Здесь ориентировка в схеме собственного тела. Выше, ниже, правее, левее какого-либо предмета в комнате. Здесь мы развиваем ориентировку предмета в окружающем пространстве. Игра называется «Вратарь». Взрослый бросает мяч ребенку, одновременно предупреждая ребенка, куда должен лететь мяч. Ребенок должен сделать, скажем, такое движение в заданном направлении. Ребенок проговаривает. «Вратарем зовусь не я, мяч всегда поймаю я». Взрослый при этом проговаривает. «Раз, два, три, справа или, например, слева или прямо, мяч смотри». Игра «Вправо-влево прокати, только мяч не упусти». Нам понадобятся маленькие мячи или шарики. Дети садятся вокруг стола. Мяч прокатывается от одного ребенка к другому по инструкции взрослого. Саша, кати мяч влево к Диме. Кате мяч вправо к Оле, например. Куда надо катить мяч, чтобы он попал к Лене? И важно удержать мяч на столе. С помощью мяча мы можем развивать фономатические процессы, поскольку все-таки я логопед, не могу не проговорить эту информацию, поскольку очень важно, конечно же, для обучения детей в дальнейшем в школе. Игра «Мячик мы ладошкой стук, повторяем дружно звук». Взрослый проговаривает детям, когда услышите звук «Ан», стукните мячом о пол. И, поймав мяч, повторите этот звук. Дается серия звуков «А», «У», «О», «У», «А», «А» и так далее. Здесь вообще без разницы, в каком порядке. Главное, соблюдаем инструкцию. Следующая игра. Гласный звук услышит ушки, мяч взлетает над макушкой. Взрослый проговаривает «Я буду называть звуки, подбросьте мяч, когда услышите гласный звук». Проговаривает взрослые «М», «Э», «У», «Н», «С», «А», «Л» и так далее. Следующая игра. Поющие мячики. Здесь дети распределяются парами и садятся лицом друг к другу на расстоянии трех метров. У каждой пары мяч. Взрослый произносит сочетание гласных звуков. Последний звук произносится длительно, пропивается. Например, «Аэ», «Уэ», «А» и так далее. Первые два звука сопровождаются ударом кулака по мячу, пропевая третий звук, ребенок катит мяч партнеру. Прокатывание мяча подсчетнуто плавное, длительное, как и произнесение гласного звука. Еще одна замечательная игра. Разноцветные мячики. Красный мячик обозначает гласный, в синий нет. Что за звук? Мне дай ответ. Педагог бросает мяч детям, поймавший называет гласный звук, если мяч красного цвета. Согласный, если мяч синего цвета. И бросает мяч обратно взрослому. Здесь еще есть один вариант этой игры. Ребенок называет слово, начинающееся с гласного звука, если мяч красного цвета. Если же мяч синий, то ребенок называет слово, начинающееся с гласного звука. Еще одна игра называется звуковая цепочка. Свяжем мы из слов цепочку. Мяч не даст поставить точку. Педагог называет первое слово и передает мяч ребенку. Далее мяч передается от ребенка к ребенку. Конечный звук предыдущего слова, это будет начальный звук слова. Например, весна. Последний звук а, значит ребенок говорит автобус, например, да, как вариант. Дальше следующие. Слон, нос, сова и так далее. Играем, пока не надоест. Играем с перебрасыванием мяча. Мяч лови и мяч бросай, сколько звуков называй. Педагог, бросая мяч, произносит слово. Ребенок, поймавший мяч, определяет последовательность звука в слове и называет их количество. И последовательность следующая. Трехзвуковые слова сначала типа мак, сон, кит. Дальше четырехзвуковые слова с открытыми слогами рама, мама. Затем четырехзвуковые слова со стечением согласных крот, стол, спор и тому подобное. С помощью мяча можно расширять словарный запас. Как это можно делать? Например, игра «Животные и их детеныша». Бросая мяч ребенку, взрослые называют какое-либо животное, а ребенок, возвращая мяч взрослому, называют детенышем этого животного. Основные движения – перебрасывание мяча с ударом о пол или перебрасывание просто мяча. Можно мяч прокатывать, сидя на кавре. Слова желательно скомпоновать в группы по способу их образования. Следующая игра «Назови цвета». Взрослый бросает мяч ребенку, называет прилагательное, обозначающее цвет. А ребенок, возвращая мяч, называет существительное, подходящее к данному прилагательному. Например, зеленый – берем лист, велосипед, стол, тоже же может быть зеленым, стул, шкаф и так далее. Или красный цвет – яблоко, зарево, полотенце, платье, украшения. Игра «Что происходит?» Взрослый, бросая мяч, задает вопрос, а ребенок, возвращая мяч, отвечает. Или игра «Кто? Как?» передвигается. Взрослый, бросая мяч ребенку, задает вопрос. А ребенок, возвращая мяч взрослому, отвечает. Игра проводится с перебрасыванием мяча разными способами. Например, ползают кто? Змеи, черви, гусеницы. Или летают птицы, жуки, комары, мухи, пчелы и так далее. Игра «Что делают животные?» Взрослый разными способами, бросая мяч каждому ребенку по очереди, называет какое-либо животное. А ребенок, возвращая мяч взрослому, произносит глагол, который можно отнести к названному животному. Например, собака лает, бегает, скулит, что он еще может? Кусается, ласкается, служит и так далее. Игра «Назови предмет». Ребенок называет, нет, взрослый, взрослый называет обобщающее понятие и бросает мяч поочередно каждому ребенку. Ребенок, возвращая мяч взрослому, называет относящийся к этому обобщающему понятию предмета. Например, взрослый говорит овощи, кидает, ребенок называет овощ, какой, картофель. Или, например, морковь, свекла, лук, капуста. Еще другой вариант. Взрослый называет видовые понятия, а дети уже обобщающие понятия. Игра «Горячий-холодный». Взрослый также бросает мяч ребенку, произносит прилагательное. И ребенок, возвращая мяч, называет другое прилагательное с противоположным значением. Длинный, короткий, холодный, горячий и так далее. С помощью мяча мы можем отрабатывать грамматику, грамматический строй речи. Например, игра «Один много». Взрослый бросает мяч детям, называя имена существительные в единственном числе. Дети бросают мяч обратно, называя существительные во множественном числе. Можно перебрасывать мяч разными способами – удары о пол или прокатывание мяча, сидя на ковре. Игра «Веселый счет». Взрослый бросает мяч ребенку, называет сочетание существительного с числительным один. А ребенок, возвращая мяч, в ответ называет это же существительное, но уже в сочетании с числительным пять. Или, например, шесть, семь, восемь. И лучше сначала называть сочетание по принципу сходства окончаний имен существительных. Например, «Один стол» – пять столов. «Одно ухо» – пять ушей. И так далее. Следующая игра «Скажи ласково». Взрослый, бросая мяч ребенку, называет первое слово. Например, «Стол». Ребенок возвращает мяч взрослому, называет при этом слово «ласково». «Столик». Слова также лучше группировать по сходству окончаний. «Шапка» – шапочка, можно «книжка» – книжечка и так далее. Игра с перебрасыванием мяча. Слово это «изменяй», «изменяя», «удлиняй». Взрослый бросает мяч детям, при этом произносит односложное слово. Сад, куст, нос, нож, стол. Ребенок, поймавший мяч перед тем, как бросить его обратно, изменяет слово так, чтобы оно стало двусложным. Например, нос – носы, или в трехсложном дом – домике. И определяется количество слогов. Еще очень хорошая игра. Трудно дается детям, честно вам скажу. Можно играть очень долго, и будет очень много ошибок. Играем с мячом. Взрослый бросает мяч, говорит, у собаки голова чья. Ребенок заканчивает, возвращает мяч и говорит, чья собачья. И так далее. Игра из чего сделана. Тоже очень много ошибок у детей, и долго они сохраняются. Взрослый бросает мяч ребенку и говорит, рукавички из кожи. А ребенок, возвращая мяч взрослому, отвечает, что они какие? Кожаные. Тазик из меди. Какой? Медный. Медвежонок из плюша. Какой? Плюшевый. Рукавички из шерсти. Какие? Шерстяные. Какие же можно предложить игры, направленные на развитие связной речи? И здесь, например, игра. Составь предложение. Взрослый бросает мяч кому-нибудь из детей, произнося при этом несогласованные слова. Ребенок, поймав мяч, произносит предложение из данных слов и бросает мяч обратно. Нейропсихологические игры с мячом тоже хочу представить вашему вниманию. Очень эффективные. Детям они нравятся. Итак, работаем двумя руками одновременно и поочередно под счет на заданные звуки. Например, на звук А правой рукой отбиваем мяч, на У отбиваем левый. Могут быть различные звукосочетания АУ, УА, АУАУ, ААУ, УУА и так далее. Следующее. Взрослый им произносит слово и кидает мяч. А ребенок ловит мяч и называет слово, связанное со словом взрослого. Например, взрослый говорит небо, а ребенок отвечает облако, то есть ассоциации, и кидает мяч обратно. Ребенок и взрослый кидают друг другу большой мяч с разных расстояний и ловит двумя руками. Сначала лучше кидать в руки, потом немного правее, немного левее, выше, ниже. Дети должны уметь кидать мяч, подавая его двумя руками снизу, сверху, по воздуху или ударяя о пол. Надо стараться при этом не прижимать мяч к себе, а ловить его только руками. Или, например, ребенок кидает мяч назад, не поворачиваясь, а взрослый или другой ребенок ловит мяч сзади. Игроки меняются местами поочередно. Еще что можно предложить взрослый. И ребенок кидает друг другу и ловит мяч одной рукой. Ребенок кидает мяч о стену и ловит его одной рукой. Взрослый кидает мяч и называет месяц, а ребенок ловит мяч и говорит, к какому времени года относится этот месяц. Или, например, ребенок кидает мяч об стену и, когда мяч отлетает от стены, прыгает через него. И здесь же это нейропсихологические упражнения, игры, которые направлены на развитие межполушарного взаимодействия. Что здесь могу предложить? Различные броски мячей в разных захватах разными руками. Одновременно подбрасываем два мяча вверх, одновременно кидаем вниз. Левая рука кидает вверх, а правая наоборот вниз. Перебрасываем мячики друг другу в паре в соответствующие руки или противоположные. Перебрасывание мячей в паре с называнием антонимов, синонимов, цветов, цифр. Увеличение идет на два, на три, на четыре. Также с называнием алфавита можно усложнить, называть через одну букву или через две, через три буквы. Можно играть с называнием времен года, дни, недели. И еще тоже такие можно использовать игры с мячиком Суджок. Не могу обойти его вниманием, поскольку замечательный мячик. Есть такой метод, возможно, вы уже о нем слышали, метод Суджок-терапии. Это один из эффективнейших способов преодоления речевых трудностей и недоразвития высших психических функций дошкольного возраста. Вместе с пальчиковыми играми, стежками, потешками, штриховками, лепкой, мозаикой, рисованием в целях развития речи Суджок-терапия активизирует речевое развитие ребенка. Эффективно тренировать координацию движения рук и стимулировать рефлекторные точки удается, если мы удерживаем шарик на раскрытой ладони. Сжимаем его в кулачке, надавливаем пальчиками на иголочки, захватываем мячик тремя пальцами, большим, указательным и средним. Катаем ежик, по-другому можно детям представить, что это ежик, между ладошек или по ровной поверхности. Передвигать его от кончиков пальцев к лучезапясному суставу и обратно. Можно этот мячик подбрасывать, при этом пытаемся поймать его одной или двумя руками. Массируем каждый пальчик пружинным кольцом. В состав этого шарика, когда мы раскрываем этот шарик, мячик, то мы увидим две пружинки. Так вот, также мы можем массировать каждый палец этим пружинным кольцом. Все эти манипуляции очень хорошо сопровождать стихотворным текстом. Огромное разнообразие игр с мячом позволяет не только занять детвору на целый день или выходить на площадку с мячиком и не повторяться несколько недель подряд, но и также проводить целенаправленную образовательную деятельность с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста. Спасибо за внимание. Спасибо огромное за ваши отзывы. Надеюсь, что вебинар оказался вам полезен. Ждем вас на наших...